Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем переводить предложения разными вариантами, поскольку были просьбы вернуться к переводам предложений. Окей, вернёмся к переводам. Сила в разнообразии. Он отказался извиниться, потому что не чувствовал себя виноватым. Значит, здесь у нас причинно-следственная связь. У нас главная часть, тут, это subject, это наш потенциальный main verb. Дальше у нас извиниться, что сделать, это явный инфинитив. Да, по сути это дополнение, но оно в виде инфинитива. Окей, это будет инфинитив, скорее всего. Хотя могут быть нюансы, потому что мы помним, что после некоторых глаголов инфинитив в переводе превращается в ерундию, в винговую форму, поэтому нужно будет смотреть, так ли всё просто. Далее у нас потому что. Окей, значит, если у нас стоит потому что, дальше начинается причина. Здесь такое урезанное, если угодно, предложение, потому что не чувствовал, это в смысле он себя не чувствовал. Ну, второе, он не пишем, зачем, и так понятно всё. Но, когда будем переводить, вполне себе может быть, что у нас будет полноценное сложное предложение. Здесь у нас отрицание, и это тоже как бы main verb. И дальше себя, что себя, куда себя, допустим, непонятно, как это вообще переводить и надо ли. Виноватым привязанок чувствовал, это одно целое, по сути. Здесь, скорее всего, past simple какой-нибудь будет стоять. Привязки к контексту у нас нет, непонятно, когда это всё происходило, поэтому past simple самый оптимальный вариант. Итак, вариант первый. Значит, попробуем дословно, как всегда. Он отказался, he refused. Далее, после refuse у меня должен быть именно инфинитив. Здесь герундия не будет, потому что, ну, в силу просто глагола. После refuse должен быть инфинитив. Поэтому refuse to apologize. Далее, потому что, surprise, surprise, здесь будет because. Какая неожиданность. Но, если я не хочу because, я могу поставить since. Мы помним, что since имеет значение потому что или так как. Если нам надоело because, можно поставить since. А дальше мы никуда не денемся, нам придётся ещё раз ставить he. Здесь без вариантов, в английском нельзя его пропустить. И далее, не чувствовал, didn't. Далее feel. А далее себя. Что делать с этим себя? Переводить его или нет? Мы же помним, что чувствовать себя это feel himself, oneself, themselves и т.д. Ну и теоретически оно может здесь стоять. Нужно ли его здесь ставить? Ну, окей, поставим. Сейчас увидим, надо ли это было делать. Ну и далее, виновным или виноватым это guilty. И здесь конец. Это удачный вариант, едва ли не самый удачный. Здесь всё понятно, всё ясно, откуда чего происходит. Но здесь есть ряд моментов, которые могут нас напрягать. Ну, начало всё окей. Можно, конечно, фантазировать, вместо apologies поставить какие-нибудь синонимы, там, to excuse, там, или что-нибудь ещё такое. Но, допустим, меня вполне это устраивает. Ладно, дальше because, since, окей, тоже вариант. Далее he didn't feel. И вот здесь может быть проблемой слово feel. Почему? Не потому, что feel здесь плохое слово. Здесь оно очень хорошо стоит, оно идеально. Но надо помнить, что глагол feel имеет несколько значений. И первое его значение – это физические ощущения. То есть, я вот ощущаю себя. То есть, мне плохо, мне жарко, мне холодно. Ну, то есть, это более-менее то, что я ощущаю, как говорится, своим телом. Если у меня такая ситуация, тогда есть резон после feel поставить himself, myself, oneself и так далее. Все эти self-pronounce. Но feel также может значить «думать». То есть, по сути, feel – это think. Очень часто, кстати, think. И если мы посмотрим на наше предложение, что здесь имеется в виду? Он не ощущал себя виновным. Как это «виновным» можно себя ощущать? Это что, у меня руки должны дрожать? Это у меня голова должна болеть? Это у меня что, хвост должен вырасти? Или как? Непонятно. А вот если я скажу, что он не считал себя виновным, и поэтому он не захотел извиниться, это совсем другое дело. И тогда feel у нас может превращаться в слово consider, или в слово believe, или в слово think, или там find, допустим. Здесь все это может спокойно заменить слово feel. И в этом случае himself нам абсолютно не надо. Если мы его поставим, ну это как бы не есть такая страшная ошибка. Это, ну да, можно считать, что это какой-то там разновидность комплекс-объекта, или что-нибудь такое, там натянуть слово на глобус и сказать, что я это так вижу. Но, в принципе, это можно не делать, и более того, это делать не рекомендуется. Поэтому himself здесь однозначно вылетает, потому что мы говорим об умственной деятельности фактически. И у нас сразу прилагательное наше должно быть после действия. Без всяких, простите, прокладок. Так, далее. Что меня еще здесь раздражает? Меня раздражает повторение вот это и вот это. Оно вроде бы и ничего страшного. Это, ну, как бы это необходимость. Здесь это не объехать. Но я вот не хочу. Как всегда, я выбрала очень удачное предложение. Здесь, поскольку есть причина, когда в предложении есть причина, всегда можно сделать оборот. Это будет participle structure. Это может быть либо независимый, либо зависимый оборот с participle. Тут уже зависит от того, кто является subject в главном предложении, кто является subject в предаточном. Но это уже, как говорится, мелочь. Здесь у нас будет зависимый, потому что у нас subject один и тот же. Итак, теперь смотрим, что, собственно, из этого всего получится. Получится у нас примерно такое. Здесь нужно еще учесть одну вещь. Когда мы будем делать оборот, вот этот оборот желательно, крайне желательно поставить первым. То есть нам придется поменять части предложения местами. Это специфика оборотов. Они любят стоять первыми. Он же причина. И причину надо сразу показать. И еще. В нашем обороте будет пропадать subject. У нас отрицание. Возможно, это проблема сейчас будет. Итак, not feeling guilty. Далее можно поставить запятую. Можно ее не ставить. Часто ее не ставят. И далее he refused to apologize. И все. У нас предложение уменьшается почти в два раза. Оно становится маленьким, компактным и удобным. У нас простое предложение. Вот у нас subject, the main verb. Это вот это. Вот эта вот вся часть оказалась у нас вот здесь. А вот это he didn't feel himself, не himself guilty оказалось вот здесь. Not feeling guilty. Кому-то может показаться, что not перед participle, ну, наверное, коряво как-то, ну, допустим, не очень красиво выглядит. Что делать вообще? Вот не хочу я not в начале предложения. Как его избежать? И здесь можно похитрить с no и сказать так. Feeling no guilt. И вот тут желательно уже поставить в себе что-нибудь такое. In himself. Да, здесь придется это делать. Если я не хочу так, я могу сказать. Seeing no guilt in himself. А можно еще такой фортель измыслить. Finding himself as no person to blame. Ну, ради бога, если мы хотим, то кто нам запретит? То есть находя себя не тем человеком, которого надо обвинять. У нас же нет контекста, поэтому можно фантазировать. Это, по сути, один и тот же оборот, только с разными словами. А дальше he refused to apologize. То есть вот это можно заменять на что-нибудь из вот этого. Ну, в зависимости от того, любим ли мы многословие или не любим. Далее. Что если я не хочу примитивными словами писать? Вот хочу что-нибудь цветастое. Можно ли здесь цветасто сделать? Ну, конечно, можно. Цветасто можно сделать всегда. Можно, например, так. Я поставлю not being sorry. То есть не сожалея о содеянном. И сейчас мы увидим, что вот этой цветастостью мы загоняем себя в ловушку. Значит, если я поставила not being sorry, значит, мне надо поставить for. А если я поставлю for, мне надо уточнять, за что именно я не being sorry, как говорится. И здесь нужна конкретизация. А мы не знаем, что именно такого он там натворил, что ему там не стыдно. Если я поставлю сюда not feeling ashamed for, ashamed тоже можно в данном случае, ради бога. Это ничего мне не изменит. Здесь тоже будет for, и здесь все то же самое. И поэтому здесь нужно проявлять уже фантазию, но это сомнительно, потому что у меня же нет контекста, нет дополнительной информации. Можно сказать words, acts, поступки, слова, behavior. Тоже можно как вариант. Опять же, это плод нашей фантазии. Значит, можно вот так, но это очень-очень сомнительно. Но можно и иначе. После for я ставлю for what he had done. Здесь можно past perfect использовать, ибо это было явно раньше. Далее, тут точно уже запятую стоило бы, просто для удобства. А далее he refused. И вместо apologize я могу накрутить такое. To make. Или же, если я не хочу make, я могу еще bring поставить. Принести извинения, вот дословно принести. А далее any apologies. А если я не хочу any apologies, или make, bring, или что еще, я могу еще так. To excuse. И далее for. Еще одно for. It. It. Это в смысле what he had done. Чтобы хотя бы примерно понимать, что это такое. Вот оно. На самом деле это it. Это совершенно не обязательно делать, но если мне надо, если мне нужно количество слов по какой-то причине, ну ради бога, можно и так. Вопрос, стоит ли это делать? Ну, тут уж такое дело. Тут как автор это видит. Если мы посмотрим, по большому счету, у нас тут только три варианта, и больше здесь вряд ли что-то можно еще и придумать. В принципе, можно придумать, но это будет, ну, невероятно сложно, и будет больше похоже на экзотику или на какой-то стеб. Поэтому с высокопарными фразами нужно быть осторожным, потому что часто люди это воспринимают как сарказм. Итак, первый вариант. Он однозначно хорош, несмотря на повторение хи, несмотря на какие-то там сложные предложения, фактически complex sentence у нас получается. Ну и что? Зато оно понятно, оно достаточно лаконичное. Да, как говорится, бедненько, но чистенько. Поэтому да и да, однозначно это тот вариант, который нужен. Если мы умеем в participle structures, тогда, конечно, второй вариант тоже вполне себе подходит. Единственное, не надо усердствовать с выкидыванием отрицания. Да, иногда это здорово получается, если похимичить со словами. Но, увы, не всегда. К сожалению, не всегда. Очень часто бывает так, что отрицание выкинули и вот получили. Filing himself as no person to blame. Ну, опять же, можно, но не всегда это целесообразно. Поэтому я бы здесь ничего не меняла, оставила бы not feeling guilty и всё. Поэтому этот вариант тоже да, но, пожалуй, только не стоит, наверное, вот эти зелёные ставить. Не вижу в этом особого смысла. Далее третий вариант. Ну, третий вариант это, конечно, извращение, поэтому однозначно нет. Но технически можно, если, опять же, мне надо почему-то большой объём. Это так, немножко по-книжному, если угодно. Итак, значит, ссылка на все эти мои художества будет в описании видео, равно как ссылка на весь плейлист по переводам предложений на английский и с английского. Если вам мало переводов, добро пожаловать на мой Патреон. Там куча переводов неадаптированных текстов, статей, эссе и всякого разного. Не хотите Патреон, можно на спонсорство канала. Здесь, в принципе, всё то же самое, что на Патреон. Дёшево и сердито. Если никуда не хотите, ну так и не надо. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok